здравствуйте друзья доброе утро среда новая группа начинается еду на работу а тут вопрос понимаете как не быть виноватым оставив родных при иммиграции здравствуйте михаил и светлана я дверку приоткрою всегда очень интересно слушать ваши ответы на письма зрителей вашего канала я довольно долго собиралась с мыслями чтобы задать свой вопрос контекст его таков я уехала из дома семь лет назад выйдя замуж сейчас живу в калифорнийском сан брона полчаса от нас тут у меня есть муж и сын умничка какая я имею свободу выбирать чем мне заниматься и посвящать максимум своего времени семье хорошо конечно в скором плане мне хочется реализовать себя и в профессиональном плане я знаю проблемы в этом не будет это всегда пропорциональной степени моей мотивированности тоже приятно приятно читать и все было бы идеально если бы не надлом в отношениях с мамой и сестрой оставшимися в россии да так сложилось что мама приобрела себе бизнес и в течение последних пяти лет очень интенсивно выплачивала кредит мама боевая там тоже и поэтому все разговоры о приезде в гости или переезде сюда были несвоевременными хотя я уезжая так далеко представляла себе именно такой сценарий ну бывает что сценарий меняется побывав у меня прошлым летом в гостях мама перед возвращением в россию повела себя совершенно неузнаваемо и обвинила меня в том что она почувствовала себя у нас бедной родственницей конечно все расходы мы взяли на себя иначе мы не рассчитывали здесь увидеть политическая накачка в свете последних международных событий тоже не добавила в эту ситуацию пользы это понятно мы столкнулись с таким комплексом претензий и обид что после ее визита пожалели что так сильно старались чтобы я тут понравилось даже перестали общаться на какое-то время страсти утихли но осадок остался я не могу вывести ее на разговор по душам она не рассказывает и себе мой четырехлетний сын не видит больше свою бабушку в скайпе не знаю гордость ли это упрямствовали желание доказать что она самостоятельно и успешно до ее приезда в течение пяти лет я слышала каждый день только ужасы о ее жизни в новосибирске где ее подчиненные не выходят на работу потому что в запое или незаконно на несколько лет обнесли ее здание бетонной стеной для соседней стройки закрыв доступ для посетителей и решать проблему пришлось в течение трех лет через суды я многократно помогал ей писать заявление в администрацию мэрию или кто-то умер в их туалете потому что передозировка вообще прикольно так бизнес да нет речь не о клубе или баре это парикмахерская или машину эвакуировали незаконно или мой отец ее бывший муж угрожает убийством и пытается отнять долю квартиры в которой мы все жили вызывая в суд меня и сестру знаю что мы далеко имея несколько неразделенных закон на квартир предусмотрительно оформленных перед разводом на своих родственников и нападая на маму в самый уязвимый для нее момент погружаться в этот нескончаемый беспредел мне каждый раз даже немного терапевтично дает такой резкий контракт с жизнью здесь но даже со всей не имеющей счета финансовой помощью с нашей стороны я не чувствую что она в безопасности и естественно живя здесь и видя все со стороны я думаю что ей и моей сестре она студентка гнесинке было бы лучше здесь поскольку я понимаю что их жизнь это их выбор меня не оставляет чувство вины что у меня все хорошо а у них каждый день проблемы иногда кажется что я должна быть сильнее настаивать делать им грин карты агитировать за переезд но тогда в случае малейшей неудачи для них виноватой останутся снова я пока а кто же конечно не могу найти правильные подходы к этому вопросу это сильно мешает мне жить это важные для меня люди я не могу просто самоустраниться и исключить таким образом драму из отношений отступить отставить им простор для энтузиазма и действий с их стороны тогда есть риск стать такой эгоисткой которая живет себе припеваючи а им нечего есть надеть нечего а где же я была в трудные для них времена носиться с предложением помощи и получать упреки что навязываем где же золотая середина спасибо за внимание возможно мой вопрос актуален и для других зрителей вашего канала извините за многословность я хочу сказать что многословность не не воспринимается как лишнее это очень хорошее очень трогательное письмо и мы давайте мы поговорим тут имени нет девушки ну не суть землячка наша из сан бруно сейчас поговорим первое друзья что я хочу сказать а вот читая письмо это семья талантливых людей одаренных сестра в гнесинке учится это это как бы очень узкий круг людей понимаете которые в состоянии вот так там приехать откуда-то в москву там поступить в гнесинку учиться самостоятельно и так далее то есть вот талантливый ребенок так но уже не ребенок уже постарше значит мама видимо достаточно молодая девочка надо молодая там лет ну не знаю то можете и тридцатника нету значит маме может быть лет там 50 52 может быть может быть чуть больше но посмотрите мама тащит на себе бизнес в тяжелейших условиях понимаете я вот не помню рассказывал пару дней назад или нет там про как бабка приходит к доктору ну такая вся в гипсе там руки торчат там вот на костылях можно сказать и доктор горит но бабуля молодцом горит прогресс на лицо разрешаете по лестнице ходить она горит спасибо милый это тоже тяжело же по водосточной трубе то забираться пройти она по водосточной трубе ну условно ее мама каждый день лазает по этой водосточной трубе и даже не просит доктора разрешите и по лестнице ходить понимаете тут ей забором обнесли там я иначе четыре года у нее были силы три года судиться это вообще где судиться-то это вот в этом суде значит господи боже мой но вот давайте это люди талантливые одаренные в россии испокон веку а у талантливого одаренного человека было два пути либо вот так жить а либо спится спится проще спится проще потому что талант в принципе не приспособлен для борьбы с обществом для борьбы с внешними какими-то обстоятельствами то есть есть такие таланты есть такие люди ё-моё но это вообще гений всех времен и народов против это люди которыми гордится страна которых там из поколения в поколение там все знают понимаете потому что сложно вот так жить поэтому значит все таки это талантливые люди и и папа который с мамой там в тяжелых отношениях и так далее но посмотрите у папы там несколько квартир там неразделенных там и так далее тоже нетривиальный же человек у кого есть несколько квартир разделенных неразделенных там и так далее то что он маме угрожает и так далее это как бы специфика общества в котором они живут так сказать такой такую влияние здесь было один раз по угрожал и завтра бы на цугундере оказался это другое но просто вот такой элемент но но абсолютно талантливые одаренные люди способные на многое вот вот ведь о чем идет речь значит теперь явно не старые если девочка студентка значит дочь студентка но ну сколько но не значит и мама но реально это еще одно подтверждение что вам достаточно молодая полные полные энергии сил люди они борются они не сдаются они куда-то рвутся там и так далее значит теперь значит наша девочка которая тут вот из сан бруно она совестливая ей как бы значит неудобно что вот они там борются а она тут как сыр в масле катается понимаете какая история ну вот есть выбор да люди выбирают и здесь мы попадаем в очень интересную как бы этическую такую этическую нравственную проблему если человек выбрал то что мы считаем плохим выбором так то вправе ли мы и больше того не только вправе ли мы а обязаны ли мы вообще выкручивать ему руки давить ему на психику загонять его железной рукой в счастливое завтра понимаете и и и вот как бы у девушки такое ощущение что она как бы обязана по просто по нет не 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 по праву а по по обязанности человека который хорошо устроен и я ничего не понял про сестру вот кроме того что это молодой талантливый ребенок и если можно что-то сделать для сестры в этом плане да но пусть учится в гнесинке это прекрасное прекрасное образование вот дальше надо смотреть значит но есть масса путей как как девочку забрать сюда если она захочет то есть я я не понял если осложнение в отношении с сестрой то есть она может быть вполне так сказать тяготеющий вот вот в эту сторону а может быть она так увлечена музыкой что она вообще ни о чем таком не думает а может быть у нее в жизни уже есть молодой человек и она вообще не представляет как она будет где-то еще кроме как рядом с этим молодым человеком и все теперь упирается в то чего хочет молодой человек поэтому я не знаю вот эта линия она для меня не неясная но я считаю что основная обязанность вот если мы говорим про нравственный долг про какие-то этические вещи я считаю что основная обязанность сестры старшей помочь младшей сестре значит если нужно если она захочет попасть в америку то помочь помочь и с этим и здесь устроиться там и так далее вот это это очень важно тем более 2 девочки сестры это это очень сильный такой союз на небесах сделаны вот вообще наши наши обязательства по отношению к молодым вот если вы по старше то наше обязательство по отношению к молодым очень важная потому что мы если мы не будем молодых вытаскивать наверх понимаете это все общество вниз пойдет вот это очень-очень важно плюс они родственники ближайши, значит, дальше ваши дети, понимаете, еще, еще вот кузенчики, да, будут, если рядом будете жить, будут вообще как родные, это очень-очень важно, но, значит, что касается мамы, мама, мама в порядке, понимаете, вот самое важное, что она не понимает, девочка, она не понимает, что мама в порядке, Не в том смысле, в каком вы на это смотрите А в том смысле, в каком мама себя воспринимает Мама по-другому не знает, не понимает и не хочет Она абсолютно в порядке Значит, что вы делаете? Вы постоянно занижаете ее статус Вот у человека есть статус Это очень важная вещь в жизни человека Вот он себя как-то позиционирует Среди группы людей, для которых он Которые ему важны, в его жизни важны Вот эта референтная группа, как психология говорит Вот люди, которые для нас важны, их мнение о нас важно Вот какая-то социальная группа, в которой мама существует И у нее там есть определенный статус И вы все время гробите ее Вы у нее отнимаете ее статус, вы ее опускаете Потому что вы на самом деле тоже часть этой референтной группы Ну как, родная дочь? Внуки подрастают Что скажут внуки о бабушке? Бабушка у нас, конечно, ну, с придурью Типа, понимаете? Ну я утрирую Но она себя как должна чувствовать? Вот она видит, что дочь ее жалеет Да ей не нужна ваша жалость Вы чего? Она в порядке Вы этой жалостью, вы этим сочувствием, этим желанием помочь Тем, что вы на нее деньги тратите Да она в бизнесе, она ипотеку платит Она по трубе водосточной каждый день В гипсе, понимаете? А вы ей там начинаете Знаете, я вспомнил У нас есть Дедушка один Ну он уже покойный, но Не важно В общем, такой дедушка был Советский такой пенсионер То есть он приехал, ему было 70 лет Сразу его поставили там на это пособие Называется Social Security Income SSI И он, значит, так благостно бродил там где-то По Даунтаун Сан-Франциско И с ним случилась такая история Значит, подходит к нему там какой-то афроамериканец Ну такой, бомжующий И просит милостью Но тот, вместо того, чтобы либо дать ему доллар Либо сказать сори и там пройти дальше Он начинает ему объяснять Ему хотелось поговорить, понимаете? Он начинает ему объяснять, что они бедные Что они приехали там по программе беженцев Что они, значит, вот получают там Какое-то SSI там и так далее Ну как мог Он нездоров был еще и по-английски Но он ему объяснял, как им плохо И этот бомжующий послушал его И дал ему доллар Понимаете? Я вспомнил эту историю Понимаете? Не трогайте маму Мама в порядке То есть как только вы поймете, что мама в порядке У вас сразу пропадет вот это желание Ее куда-то загонять в непорядок Понимаете? Человек деятельный Человек, делающий какой-то бизнес У нее какие-то планы У нее какие-то отношения У нее какая-то там своя жизнь И так далее Это ее жизнь И она в порядке Она вам рассказывает об этом Не с тем, чтобы ее пожалели Понимаете? А с тем, чтобы просто поговорить Ну, ей не нужна ваша жалость Она в порядке Она сама, может, вас пожалеет Вы тут Обама чмо, а вы тут живете Понимаете? Еще неизвестно Вот сейчас Трампа какого-нибудь выберут Хотя в Раше его любят, я не знаю Ну, бог с ним Я просто чему говорю Ей не хочется, чтобы ее жалели Поэтому вы как бы со своей стороны Вы как бы делаете то, что считаете нужным У вас как бы вот ответственность такая И так далее А ей это как вот серпом там по Не знаю, по какому месту В общем, неприятно ей это Я думаю, что ключ Вот я на самом деле уже сказал Значит, ключ К решению отношений Состоит в том, чтобы Признать за мамой право решать В порядке она или нет Вы всегда оставляете для нее Возможность Приехать к вам Остаться, переехать Вот смотрите Значит, в тот момент, когда вы станете гражданкой США Может быть, вы уже стали Значит, за 7 лет Я не знаю, по какой визе девочка приехала Но Значит, если она там как бы В этот момент легитимно эмигрировала Она уже гражданка США А если нет, значит, будет через пару лет Если там через H1B там супруга там или что-то Вот Так она станет И Значит, мама в любую секунду В любую секунду садится на самолет Приезжает к вам Если дошло до этого Вы, значит, там Заполняете на нее бумажки И через полгода у нее гринкарта есть Вот уж действительно делов-то То есть, ваша мама С вашей стороны прикрыта так Как Вот посмотрите Вот наш канал У кого здесь Вот 93 тысячи подписчиков Там, ну, хорошо Может быть, из них там 90 тысяч Не живут в США Хотя у нас 7% из США нас смотрят 7% Ну, хорошо 85 тысяч не живут в США У кого из них есть возможность Вот так, как ваша мама Раз Да? И в Америку На все готовое Со всеми делами Со всеми прибабахами И так далее Она почему не хочет? Она полна сил Она деятельная Это для нее разрушительно Понимаете? Для деятельного человека Оказаться вот так На полном пансионе Там где-то Разрушительно И унизительно Это унизительно И разрушительно Одновременно Поэтому Все, что вы можете Для мамы сделать Вы можете сказать Мам Я тут В любой момент Когда нужна моя помощь В этом смысле Да? Мы тут Да? Мы тебе всегда рады И все Значит, вы можете дарить ей подарки Но не так, как Богатая там Дочь дарит там Бедные мамочки Просто подарить Вот мы когда С Михаилом Бородянским Тут беседовали На разные темы И вот у нас был вопрос такой Мы обсуждали Что вот люди Ты им что-то даришь Они как-то Ну вот не так воспринимают Как хочется И он говорит Надо правильно давать Надо давать так Чтобы можно было взять И значит И вот он Говорит Вот ты когда даешь Ты скажи Внутри себя Внутри себя Себе скажи Давай Скажи Возьмите Пожалуйста Понимаешь? Не Возьми мамочка Ты такая бедная У меня сердце разрывается Глядеть на твои Эти самые проблемы Ну уже возьми Что ж я Не то, что у нас там Самим не нужно Но для мамы родной Не жалко Там Когда ей плохо Понимаете? Вы так не говорите себе Вы себе скажите Мамочка Возьми пожалуйста И ей скажите Там Прими пожалуйста Вот Как бы такой Посыл другой Я думаю Что Вы должны сказать Я абсолютно в порядке Мама в порядке И вы в порядке В полном В отношении мамы То есть Как только вы перестанете Маме объяснять Что она не в порядке Да? Все отношения наладятся Отношения наладятся Значит Это выбор мамы Понимаете? Ну она Ну а что? Ну нормально все Ну хорошо Вот представьте себе Допустим Что моя дочь Вдруг там Я не знаю Выгонила в лотерею Миллиард долларов И она мне говорит Папа говорит Что ты какой-то ерундой занимаешься Какая-то школа Какой-то ютуб канал Какие-то книжки там Дурацкие пишешь Давай мы тебе там Это самое Будешь у нас там Вот тебе Возле нашего дворца Сделаем пристроечку небольшую Будете там с бабушкой Значит там Гулять на солнышке Там горничную вам дадим Вот Будете с детками там Один час в день Беседовать по-русски Так чтобы они не забывали Понимаете? Я не хочу Я деятельный мужик Я Вы что? Это как что ж меня так вот укатать? Да я вообще концы отброшу Если жить в таком режиме Поэтому Относительно все Конечно То есть по американским понятиям Мама в проблеме Но по тамошним она нормальная Да ей еще завидуют люди Которые там живут Послушайте Она же уже несколько лет в бизнесе Она не вылетела из бизнеса Вы представьте себе Насколько мама успешная Во всех этих отношениях Когда забор 3 года стоял Люди не могли прийти постричься Вы представляете Что пережила мама? Представьте себе Что с нее сняли этот гипс Вот тамошних условий И она просто бы делала бизнес Да она бы Я не знаю У нее была бы сейчас Сеть парикмахерских По всей Европе Это потенциал вашей мамы Вы что ее жалеете? Поэтому То есть Это человек Невероятной живучести Энергии Силы Стойкости Понимаете? Ну вот местные условия Такие Это правда Ну Что делать? Так что Вы все в порядке Абсолютно Вот мама в порядке Вы в порядке Растите себе деточку Может быть и вторую деточку Неплохо Я как бы Я вот сейчас задним числом Когда уже я не могу Вторую себе позволить Но Или там третью Но я вот сейчас понимаю Что две А может быть и три Самое то количество Если вы в состоянии Материально Там и так далее Почему нет? Но Как бы Занимайтесь собой Бабушке тоже Внуки нужны Знаете? Вот вы говорите там Внук не видит больше Бабушку Там В скайпе Бабушке ведь тоже важно Общение с внуками Но бабушка не хочет выходить Перед внуком Как вот какая-то Неудачная бабушка Которую дочь Вот представляет Внучке там Поговорит бабушка Она бедная Несчастная У нее там Покойника нашли В туалете Парикмахерской Который там Передозировал чего-то Понимаете? Вот И она не хочет быть В этом качестве Но ей безумно Нужно общение с внуками Вы не понимаете Как бабушке нужно Общение с внуками Бесконечно нужно Вот Вот и все Так что Вы все в порядке Ребята Вы все абсолютно в порядке Бабушка Не меньше в порядке Чем вы С этим делом Вы совестливая Понимаете? Вы Как бы сказать Вы хорошая дочь Понимаете? Я как бы Я хочу сказать Что очень многим родителям Хотелось бы иметь Такую дочь как вы Которая Так вот Заботится И муж у вас явно хороший Который Ну как бы К этому нормально Относится Понимаете? Он не говорит вам Послушай Зачем нам тут твоя мама Ходит нервы Трепет там И так далее Вот Значит Чем дальше теща там От нас там Тем больше мы ее любим Нет Знаете? Он Деньги тратит Он как бы Поддерживает вас И так далее Вот Вы все абсолютно в порядке Все И Ну Вот Вот просто скажите себе Мама в порядке И все И скажите Мамочка Я тебя люблю Я очень за тебя переживаю Вот И И так далее И я совершенно тебе не хочу Навязывать жизни Я очень уважаю Я уважаю Твой выбор Я уважаю И Совершенно Восхищаюсь Твоей жизненной силой Твоей стойкостью Твоим упорством Тем Что ты Идешь К своим целям Вот так вот Безудержно И Я твои цели Тоже уважаю Не потому что Они мне близки Но потому что Ты моя мама И то что Для тебя Дорого Значит То и для меня Тоже дорого Вот и все И это же простые отношения На самом деле Но Сколько браков Распалось Из-за того что Один из супругов Начинает другого Строить И навязывать ему Что-то такое Лишая его статусности Вот Такой Достойный Понимаете Выдергивая статус Из-под человека И он И он Начинает себя чувствовать плохо И он так жить не может То же самое В браке же То же самое происходит Понимаете Поэтому Я бы так сказал Мне Мне очень симпатично Вот Девушка Я не знаю Как зовут ее У меня такое Ощущение Что очень родной Близкий человек Значит И Я думаю Что вот все люди Которые наше письмо Прослушали И так они Поучаствовали В обсуждении Они наверное Вот Что-то похожее Испытывают Потому что В конце концов Не так часто Встречаются люди Которые Вот так Тепло Относятся К родителям Но вот Немножко Вот отпустить Вот эту вот Часть и все Я бы так сказал Ладно Ребятки Я Уже почти Приехал на работу И Приходите в гости Знаете что Приходите в гости Напишите в личку Там в ютюбе Там Позвонить По телефону Приходите в гости Мы с вами Видео снимем И для мамы Что-нибудь Расскажем Вот расскажете Как вы любите Свою маму Ну Ну правда Ну еще что-то Просто про жизнь Расскажете Приходите Я думаю Что будет Очень интересный Сюжет Мы сделаем Все Счастливо Счастливо